За окном минус 16 градусов, но ощущается как минус 23. Среда на дворе. Друзья, средец, неделя конец. Я рад вас приветствовать на канале. И в этом выпуске я хочу поделиться с вами актуальной информацией о том, что происходит на рынке по продаже новых автомобилей на конец декабря 2021 года. Горячий цай с медом на столе. Я в ту журочке не потому, что замерз, а для того, чтобы вы меня хорошо слышали. В этом видеоролике я хочу затронуть ряд тем. В первую очередь я вам расскажу, как действительно некоторые дилеры всоснули лапу в декабре. И что у них происходило, и как они из этой ситуации выходят. Мы с вами затронем тему машины из Беларуси. Затронем тему США. Затронем тему машины с правым рулем. В общем, в этом ролике будет много полезной информации. Актуальной информации. В том числе о том, что нам рисуют по прогнозам на 2022 год. Плюс 20% вырастут цены на новые автомобили. Такая информация всплывает в официальных СМИ. В общем, друзья, у ролика будут тайм-коды. Я постараюсь кратенько, но по существу, вести вас в курс дела. Таким образом, досмотрев его до конца, вы будете владеть актуальной ситуацией на рынке. Приятного просмотра. Но я вам предлагаю начать с конца. В последнем ролике на эту тему я закинул удочку о том, что сейчас, в декабре, вы будете получать кучу различных предложений о том, что конец года, распродажа, в декабре всегда было выгодно машину покупать. И вас будут заманивать в салон. Ровно так и произошло. Многие из вас не присылали смс, что дилеры уже шлют внимание. Не про скидки. Они говорят, успей купить автомобиль по розничной цене без навязывания допов. Как вам такое? Многие из вас это получали. Наверняка вы сталкивались с чем-то подобным из серии «Грандиозная распродажа». Приходи. Что же произошло на деле? У меня есть инстаграм-канал. Я вам про него неоднократно говорил, что там я в сторис выкладываю наиболее выгодные предложения по рынку по новым автомобилям. И многие заметили следующее, что Nissan начал продавать автомобили охотно в розничную цену без навязывания допов. Skoda вместо вот этих наценок по 500-миллион рублей, про которые нам постоянно рассказывали, все мы с вами помним эти ролики, где Kodiaq плюс миллион двести, большие наценки, делали списки, где уже наценки были гораздо меньше. И самое главное, что там уже шли живые какие-никакие допы. Уже начал собираться и вспомнил важные детали. Вот смотрите, очень важная информация, что нужно понимать. Торгаши, то бишь дилеры, идут по такому же принципу, как всегда и везде в любом бизнесе. Вот возьмем модель, допустим, Creta. Если на нее в определенной комплектации была наценка за наличку 400 тысяч рублей, в которую входили какие-то допы, то что делают они сейчас? Когда они видят, что продажи падают, они не говорят о том, что сразу розничная цена, мы дадим скидку, заберите, нет. Они просто начинают снижать эту наценку. Они делают не 400, а 190 тысяч. Таким образом, человек, который ищет автомобиль, он может прийти к дилеру, где ему скажут плюс 400, а в другом салоне 190. Естественно, когда он всех обойдет по рынку, он видит, что там выгоднее всего. И многие люди, кто ищет автомобиль, они сами отталкиваются уже от того, что найти бы дилера, где будет наиболее низкая наценка. Все вот эти сговоры касательно, мы раньше рассказывали о том, что дилеры между собой договорились держать цены, наценки делать определенные, они будут идти ровно до того момента, пока каждый из них будет зарабатывать по вот этому сговору, по вот этим наценкам. Как только у кого-то проседают продажи, по шее, точнее, не по уху, а по шее, вышестоящее руководство даст, потому что ты с продажей не справляешься. И, соответственно, здесь все вот эти наценочки моментом полетят вниз. Не может быть такого, что ну мы же договорились продавать с плюс 350, а у нас никто машину не покупает, народ заходит, а продажи там не идут, планы не выполняются. Поэтому это тоже очень важно. То же самое происходило, например, с Митсубиши, что вылетали автомобили Генезисы, вылетали и вовсе с реальной скидкой. Хавалы, пожалуйста, бери по РРЦ. Лады, Лады вылетали отечественные автомобили с ценой до миллиона тоже в РРЦ, без навязывания каких-либо допов. Те же самые корейцы, вместо вот таких наценок там 500 миллион, начали делать что-то плюс-минус более-менее уже приземленное. И многие люди увидели в этом сигнал, что во, наконец-то, начинается так называемая оттепель, что сейчас дойдем потихонечку до розницы, а потом и вовсе будем покупать со скидками. Отчасти, я считаю, лично мое мнение, никому его не навязываю, как экспертное мнение, что действительно так и будет, особенно в каком-нибудь январе-феврале. Потому что, общаясь с менеджерами по продажам, общаясь с руководителями отделов продаж, они говорят, вот мы сидим, месяц начался, а план не выполняется. И мы понимаем, что нам штук не хватает. Им очень важно не только деньгами заработать, а еще чтобы штуки уходили, чтобы процесс шел. И они, например, присылают мне, говорят, давайте у нас есть хорошее предложение, даем адекватные цены. И многие по этим ценам действительно покупают. Так, например, если, например, какой-нибудь корок на механике, важно, чтобы по регионам механика очень востребована, люди с удовольствием берут механику. Была за сеточку и коврики плюс 100 тысяч, то сейчас были предложения, где 15 тысяч рублей на доп, и ты получаешь вот такой список реальных допов. То есть это, по сути, ты покупаешь в розницу, да еще тебе и подарков дают. И то же самое с некоторыми брендами. Многие из вас писали, что, вау, купил камри с наценкой всего лишь 100 тысяч рублей. Кто-то покупает другие марки, тоже плюс-минус выгодно по стране, и то есть показывает о том, что появляются возможности неплохо договориться. Но есть и ликвидные позиции, так, например, Toyota RAV4 2.5 самая топовая комплектация. Фигу вот такую. Внимание, ты получишь на нее какое-то выгодное предложение. Те же самые Mazda CX-5. Помните, да, совсем недавно я вам рассказывал и показывал живые закупы, там, звонок в Автомир, тот же самый, где 600, 700, непонятно, какая наценка будет. От некоторых дилеров приходил ответ, что, слушай, если вдруг кто-то есть уже с трейдином и с честным кредитом, мы на таких условиях готовы отдать тачку в РРЦ. Как бы надо считать, есть позиции. Дилеры сами присылают некоторые тачки, например, там, CX-5 2 литра, актив, что вот, заберите, там, небольшая наценочка будет, и то мы вам что-то в нее дадим, то бишь, мы вам продадим допы. Факт в том, что он, когда начинают посасывать лапу, подчеркиваю, я не использую это выражение как грубое, ну, такое есть выражение, медведь лапу сосет. То же самое с дилерами. Они лапу начинают сосать, и сразу начинаются приземленные варианты. Как только, например, та же самая Skoda выполнила план, сразу появляется список на те же автомобили, но допы уже по цене, там, наценка больше. Тем не менее, за этим делом всем нужно следить. Кто хочет приобрести себе автомобиль, рекомендую просто подписаться на инсту, потому что там я выкладываю хорошие варианты. Люди сами приходят и говорят, как так? У вас, например, Соррент вылетел с наценкой плюс 200 тысяч. Мы ходим еще на 600-700. Ну, вот так. И все условия, все цены, я всегда пишу честно, у меня нет задачи там, какую-то там крайне заниженную цену. И сюда же хочу подчеркнуть, что не стоит думать, что если в инстуле там, как бы условно все хорошо, что рынок нормализуется. Я просто не закидываю какие-то сверхневыгодные предложения. Я стараюсь там искать наиболее выгодное по рынку. Факт, что многие дилеры отмечают, что спрос падает. Действительно, народа становится меньше, но тем не менее бьются, как бы декабрь, я думаю, в большинстве своем они все планы выполнят. А вот что будет в январе, потому что полмесяца мы посидим дома, праздники и так далее. Сейчас многие болеют, будут лечиться дома. В феврале, никогда февраль прибыльным месяцем не был особо. Вот это вот будет интересно посмотреть, как ситуация изменится. Поэтому, если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, так как в январе и феврале я сниму актуальные ролики на эту тему. Уважаемые товарищи бизнесмены, предприниматели и те, кто начинают заниматься бизнесом. Я вам уже неоднократно говорил, что один из трафиков по поступлению новых клиентов это телефонный звонок. А здесь вам поможет коммуникационная платформа для бизнеса ЮЭС, о которой я вам также неоднократно рассказывал. Все, что вам нужно сделать, это перейти по активной ссылочке в описании и в первом закрепленном комментарии. Оставить заявку, с вами свяжется грамотный специалист, и все вам детально расскажет, как она поможет вам зарабатывать больше денег. Коммуникационная платформа для бизнеса ЮЭС дает вам возможности IP-телефонии. У вас будет один единый телефон на сайте, по которому звонит вам человек, там его встречает голосовой помощник и распределяет. Нужен бухгалтер? Пожалуйста. Нужен директор? Пожалуйста. Замерщик? В общем, любые возможности это делает ЮЭС. Все это стоит максимально доступных денег. Посмотрите, актуальные прайсы вам вывожу. Более того, ЮЭС первый месяц и вовсе вам дает в подарок, чтобы вы поняли, как это работает. Друзья, это максимально просто и удобно. Полная аналитика, все разговоры записываются, вы можете контролировать всех ваших менеджеров и понимать, кто косячит и почему сделка с клиентом не состоялась. Вполне возможно, что причина всему этому ваш сотрудник. Просто огромный функционал, перечислять который, это уйдет огромное количество времени. Все подробности ждут вас по ссылке в описании. Пользуйтесь на здоровье. Следующая тема. Цены растут и будут расти. Многие менеджеры, многие руководители отделов продаж мне прямо говорят, вот смотри, сейчас что-то продадим, плюс-минус выгодно здесь и сейчас. Дальше, в любом случае, розничная цена будет продолжать расти. Об этом нас также информируют и официальные федеральные СМИ наши, что в следующем году, в 2022, цены на новые автомобили вырастут на плюс 20%. Понятное дело, что это будет не в январе, а в течение года точно так же. Вон сколько, 7-8 поднятий за 2021 год по некоторым маркам было. Поэтому, правда-то или нет, я не думаю, что это неправда. Я думаю, что, скорее всего, это будет правда, потому что, если опять же считать, стоила машина 2 миллиона, станет стоить 2,4 тысячи, если в 20% считать. Конечно, это бешеный рост цен, но здесь возникает очень много вопросов, а кто тогда вообще их покупать-то будет? Вот смотрите, сейчас ключевая ставка растет. Ставка по ипотеке, ставки по кредитам сразу начинают расти. Соответственно, все это будет стоить вообще каких-то космических денег. Новая цена с ростом. На оценке есть, они также будут оставаться. Плюс еще и ставка по кредиту выше, да машина вообще будет какой-то золотой. Поэтому, здесь интересно реально посмотреть, что там будет дальше, какая будет статистика и как реально будут машины покупать в 2022 году. Но за этим делом будем следить, поэтому здесь стоит обсудить очень важную тему касаемо Беларуси. А звучит она как купить новый автомобиль в Республике Беларусь, ведь там это выгоднее, ведь там никто не навешивает допы и много каналов, и много людей ездили, покупали там машины и оставались довольны. Вот я вам расскажу свою ситуацию. Когда я искал человеку Мазу ЦХ5, вот помните ту самую Мазу ЦХ5, кстати, мы ее купили, сейчас расскажу как. Я решил позвонить в Беларусь. Звоню там один единственный дилер на всю Республику, мне нужна была самая-самая топовая комплектация человеку, которого я искал. В России эта машина стоит 3 миллиона 110 тысяч рублей. Там менеджер мне озвучил в пересчете на российский рубль с учетом всех комиссий, которые заложены там изначально при покупке, машина выходит 3 миллиона 330 тысяч рублей. Ровно такую сумму он мне назвал. Это получается, ты дашь эти деньги и забираешь голый автомобиль, то есть без каких-либо допов тебе ничего не дадут. Вот теперь посчитайте. 3 миллиона 330 тысяч. Я нашел эту машину в России за 3 миллиона 450 тысяч рублей. Да, дороже, но в эти деньги входили зимние шины 19-е, сигнализация с автозапуском и куча различных мелочей. Мелочи типа дополнительные резиновые коврики, коврик в багажнику, пор, капот. В общем, вот это вот с одной стороны трихомунью, с другой стороны уже что-то. И в пересчете на все это, если начать считать дорогу в Беларусь, дорогу обратно, уже и смысла-то не было особого ехать за ней. Поэтому каждая покупка, она сугубо индивидуальна. Все нужно высчитывать. Знаю, что есть люди, которые ездили, забирали, поэтому если вы хотите себе купить, ну в любом случае, как минимум, нужно прошерстить наш рынок, понять, что почем у нас предлагают и послушать, что предложат нам. Посчитать дорогу, вот эти все расходы и уже принять для себя решение, есть ли там выгоднее для вас, пожалуйста. Не забывайте, что есть такая тема, я видел, что она мелькала в новостях, что гражданам Российской Федерации не каждый дилер готов машину продать. То же самое было и у нас. Приходит человек в Москву, я хочу купить БМВ, я ему ищу, нахожу. Как только доходит дело до того, что оказывается, он гражданин Белоруссии, дилер говорит, нет, мы ему продавать не будем. Почему? Потому что для них важно не просто продать машину и получить деньги в кассу, для них важно, где машина встанет на учет. Белорусы уезжают домой и ставят на учет там. Им это невыгодно. Это, мягко говоря, не вдаваясь в подробности. При этом, были же ситуации, когда пофигу, пусть покупает. То есть здесь каждая ситуация, опять же, индивидуально, все нужно высчитывать. Ситуация со Шкодой и с грозным письмом. Парни, ну как оно разлетелось-то, а? Я еще раз передаю привет и спасибо информатору. Человек мне предоставил это письмо, я его закинул и буквально в первую неделю по всем новостям прокатилось, что Шкода пишет грозные письма, Шкода взяла из-за своих дилеров. По факту, это письмо было датировано от 30 сентября. Ролик вышел, я не помню, где-то в конце ноября, в начале декабря сам факт того, что как продавали с наценками, так и продают. Есть люди, которые добиваются своих покупок жестко. Вот у меня есть один человек, который заказал машину, потом выяснилось, что он, как корпоративный клиент от одного известного банка имеет скидку. Менеджеры ему про это ничего не говорили, короче, через письма. Он написал везде и добился того, что ему сделали корпоративную скидку на Шкоду Октавию, она приехала, ему отдали ее на тех условиях, на которые он имеет право. Представляете? А есть люди, кто ничем не заморачивается, пришел, купил, уехал и заволен. Поэтому все вот эти грозные письма, мне кажется, лично мое мнение, что если дилеры, коммерческая организация, видят выгоду, что сейчас им круто продавать с наценкой, они все эти письма вот так обойдут. Естественно, если не будут идти массовые жалобы. Ну, как я вам говорил, в большинстве своем люди, кто покупают машины, они не готовы жаловаться, они хотят прийти и купить ее. А те, кто готовы жаловаться, да, и отстаивать свои права, они, как правило, видят беспределы, они либо не покупают эти машины вообще, ожидая лучших времен, либо вот, единичные случаи всплывают. Я уверен, что если вот этот человек, который мне рассказал историю, про него снять сюжет, он точно так же может разлететься по новостям о том, купить. Но это вот спецусловия для компаний, которые сотрудничают с брендом. Идем дальше. Вот знаете, есть такая поговорка. Для кого война, а для кого мать родная. Вот за последний год ко мне поступало огромное количество предложений снять рекламный сюжет о правом руле. Ранее я рекламирул разных людей, да, кто привозит автомобили из Японии, кто привозит автомобили из США. И люди отмечают следующее, что в связи с этой ситуацией правый руль стал сильно популярен по сравнению с тем, что было раньше. Даже те, кто не рассматривал его, кто считал, да ну, правый руль берут машины. Ранее Москва особо не закупала правый руль. Опять же, я отталкиваюсь от их отзывов. Сейчас, говорят, машин, вот, тащим, просто клиентская база увеличивается, запросов становится все больше и больше. На основании этого предлагаю, давай с ними сюжет расскажем, как это сейчас все происходит. И я думаю, мы такой сделаем сюжет где-нибудь в январе. Друзья, вот когда вот я вам врал? Вот всегда, когда что-то я беру, бабки, я всегда по-честному говорю. Вот скорее всего, этот сюжет будет на коммерческой основе, потому что люди будут рекламировать свои услуги. Но в тот же момент и я заработаю, и вы полезную информацию получите. Кто-то, возможно, для себя тоже какую-то выгоду да увидит. Я им говорю, классно, если бы была возможность пригнать машины, которые востребованы у нас. Ну, какой-нибудь седан, например, ту же самую «Октавию», либо еще что-то из Европы, откуда вы тащите, где действительно может быть выгода для человека. Он посмотрел, что новая «Октавия», например, здесь в России стоит вот такую сумму, а закажи ее из Европы, она будет тебе дешевле выходить. А то сейчас пригонят машину с правым рулем какого-нибудь японца, про которого многие-то и не слышали. Вот это, мне кажется, не очень актуально, потому что хочется снимать машины, которые востребованы в нашей стране. Вот у меня под домом там стоит какой-то «Форд Мустанг», да, с задним приводом, понятное дело, что привезен он из США с левым рулем. И с одной стороны, если посмотреть те цены, по которым он обходится, вроде бы как вау, да, классно. Но с другой стороны, тачка не ликвид, она нахрен здесь никому не нужна. Это вот из серии на нем покататься, красивая машина по прямой. Комфорта от нее мало, практичности от нее мало. То бешен, вот понимаете, да, о чем я. Но в тот же момент отмечают так, что спрос просто бешеный, действительно растет и народ покупает. Так ли это и что они нам расскажут, как продавцы, вот в январе мы с вами об этом всем узнаем. И опять же, не забывайте, что вторичка, она и в Африке вторичка. Нет такого, да, что в США водители очень аккуратны. Но кто из вас в это поверит? Там и утопленники есть, и битые машины, там и с парковками проблемы в крупных городах. То есть там притереть бампер это абсолютно нормально. Если у нас здесь бампер притрешь на парковке кому-то, ну все, ДТП, разбираться, страховка. А там плюнул и поехал дальше. Они даже наморднички себе тут покупают, чтобы лишний раз не притираться. Это первый момент. Второй. Жрут в машинах, неебрежные отношения, это тоже встречается. Соответственно, эти картинки о том, что Бэху можно привезти из США по классной цене, вот я лично в это особо не верю. Потому что все то, что будет по классной цене, скорее всего, по качеству и по состоянию будет пониже уровнем. Но интересно послушать ровно тех, кто этим профессионально занимается. Ну, опять же, профессионально, это в любом случае ты будешь рассказывать, что все классно, все здорово. Был у нас сюжет, есть на канале про Хонду Аккорд десятого поколения, когда человек ее за 10 тысяч долларов покупал из США. Хотя в круг со всеми доставками она была слегка битая, с ремонтами, в общем, полная цена за автомобиль вышла там чуть ли не под 2 миллиона. На момент съемки это была цена вообще космическая, условно там пару сотен доплати, купи себе вообще новую Мазду 6, Тойоту Камер, ну, в общем, прямого конкурента здесь и сейчас из России нового. Поэтому все вот эти рассказы о том, что где-то там здорово, все нужно детально высчитывать. Есть автомобили, да, определенный год, определенная марка, модель, правый руль, что действительно может быть выгоден для вас. но надо считать, вот мне кажется, это такая спорная тема. Опять же, далеко не каждый человек, поверьте, готов визить с правым рулем. Вся ситуация на рынке просто порождает всплеск перекупов. Я уже, когда получаю звонок и слышу, да, да, хотим купить на юридическое лицо. Первый вопрос сразу, а КВД на перепродажу, продажу деятельности есть? Есть. Сразу стоп, потому что большая часть дилеров, с кем лично я работаю, они с перекупами не работают. Кто это такие? Это люди, которые покупают, да, автомобиль у официального дилера, потом его можно увидеть где-то в интернете серии супернизкая цена, приезжаешь туда и там тебя с кредитом по полной программе, по полной программе тебя обрабатывают, потому что купить машину здесь с наценкой 200 тысяч, ты в любом случае должен что-то с этого заработать. Они, понятно, там могут вернуть часть НДС, если бухгалтер толковый, но сам факт того, что в любом случае надо что-то сверху еще поиметь. 50-100 тысяч для автобизнеса это неинтересно. Я думаю, это будут пытаться навернуть там 1300-1400. А вляпается в эту ситуацию как раз какой-нибудь дедушка, пенсионер, молодой парень, молодая семья, которые ни в чем не разбираются, разбираться не хотят, они видят классное предложение, они видят скидку, они туда приезжают. Вот такого рода сайты, салоны, инстаграмы очень хорошо работают и очень хорошо зарабатывают. И при этом никто против них какую-то борьбу не ведет. Ну, условно, там по документам получается так, что ты условно прав, как салон. Ты сделал предложение, ты везде подписался, забрал. Про все вы это знаете, поэтому я лишний раз напоминаю, что не стоит верить в какие-то чудесные предложения, что где-то распродажа автомобилей 2020 года, что вторичка стоит миллион, а вам готова новую машину продать за 800 тысяч рублей. Такое есть народов, вот просто во сколько пишет регулярно. Люди в это верят. И еще добавлю про перекупов. В Советском Союзе были спекулянты. А вот у нас, когда вот эта вся ситуация нарастает-нарастает с наценками, с беспределом на рынке, огромное количество людей мне пишет о том, что продам очередь на автомобиль. Там пришла машина, давайте денег мне, я вам отдам, и вот у меня там розничную цену мне обещали. Огромное количество людей пишет о том, что купил машину. И это не только в Москве, это по всей стране, что покупают машину от дилера, там, допустим, с наценкой 100 тысяч, а знают то, что везде она продает с наценкой 300-400. И он готов ее продать с наценкой 250. То бишь физлицы тоже пытаются крутиться, пытаются воткнуться в эту струю и заработать денег. Правильно это или нет, с одной стороны, конечно, можно сказать, что это беспредел, так делать нельзя. Я с ними не сотрудничаю, я и вся работаю только с официальными дилерами. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю желание человека заработать. Одни зарабатывают, другие заработают, а ему что, вот здесь сложа ручки, встал с дивана, пошел купил, нашел более-менее выгодные условия, пытается заработать. Имеет на это право? Мне кажется, с одной стороны имеет, с другой стороны, вполне возможно, что из-за таких рынок дольше будет держаться, вот, не в пользу покупателя. Напишите ваше мнение в комментарии. Вот хорошую тему хочу затронуть, сейчас начали поступать новости, официально в СМИ, люди пересылают, прижать дилеров Минпромторг, так вот я пометочку себе сделал, о том, что якобы государство хочет сейчас взяться за них, чтобы не делали космических наценок. Вот опять же добавлю, хороша ложка к обеду, и что такое 10%? Это очень много, наценку официально разрешить, то бишь, если машина стоит 1 миллион, можно официально будет добавить плюс 100 тысяч и продать тебе за эти деньги коврик. Сейчас, как я вам сказал, и вовсе бывает без наценок отдают. 10% при цене машины 5 миллионов, это можно официально сделать 500 тысяч рублей сверху. То бишь, какая-то такая, знаете, отчасти странная мера. Не забывайте, что все эти законы, их легко можно обойти. Хочешь заработать больше, навяжи человеку кредит и заработаешь с него еще. Хочешь заработать еще больше, в обязалово, говоришь условия продажи, кредит плюс 3D. Такое есть. И люди зарабатывают там 100 тысяч, там 100 тысяч, там 100 тысяч. Итого уже 300. И при этом закон никто не нарушит. На анонимной основе рассказываю, мне буквально пару недель назад писал человек, который по Москве в курирующем органе должен этим вопросом начать заниматься. И он мне писал с вопросом, мол, выдели полчаса, расскажи, что вообще там не так. То бишь он не в обиду ему анонимно рассказывал. Вообще не в курсе, он не в теме, он не понимает, что происходит. Он как бы знает, что да, сейчас идет беспредел, что продают с наценкой, а как что в деталях рассказать, он не знает. Хотя прошло уже 2 года и человек работает в курирующем соответствующем органе. Я объяснил ему одно, что слушайте, сейчас такая тенденция идет, что уже все это пошло на спад. И скорее всего пока вы дойдете, я вот видел, что там мелькает так, чтобы наценка была не более 10%. Друзья, могу ошибиться, читайте новости, смотрите. Пока не до этого дойдут, уже не будет таких наценок. Уже будет так, что тебе дают не просто наценку, а там 100 тысяч рублей сверху, но прямо будет расписано цены, за что ты берешь. Будут зимние шины, будет сигнализация. И самое главное, что их будут продавать по плюс-минус рыночным ценам. Дилеру классно будет продать, заработать там с этого что-то. Не такое количество денег, когда за 100 тысяч продавали сетку. К чему я это веду? К тому, что хороша ложка к обеду. Вот когда все кричали о том, что беспредел, таких новостей не всплывало. Когда сейчас уже дилер рассказывает о том, что мы посасываем лапу, и мы уже готовы в индивидуальном порядке общаться, и многие приходят сами по некоторым маркам, договариваются, забирают, как я сказал, в РРЦ, какие-то бренды дают со скидкой от Haval F7X и F7. Популярные машины в нашей стране? Популярные. Хорошо их берут? Хорошо берут. В 15-х числах декабря ребята звонят от официального дилера, со мной говорят, типа вообще народа нет. Вот машины стоят в наличии с ПТС, приходите, забирайте в РРЦ. Никто не пришел. Я выкладывал в Инстаграм, один человек поинтересовался, и все. Хотя, как бы спрос через Инстаграм тоже идет, людям интересно, люди смотрят, ездят, покупают. Там же, вот, фига, не нужна. О чем-то это договорит. Соответственно, январь, я думаю, сильно рынок поменяет, но это опять же мои личные предположения, будем смотреть, будем следить. Суть, браться за рынок пытаются, тогда, когда уже рынок-то и сам холодеет, как говорится, становится холодный, остывает. Ваше здоровье, чай с медом. Бахнив, бахнив в чаю с медом. И вновь у меня есть 60 секунд, чтобы поделиться с вами полезной информацией. Вот обратите внимание, у меня появилась новая стиральная машина. Когда мы ее начали искать, изначально моя жена нашла ее на официальном сайте производителя. По цене 65 990 рублей. Я ей говорю, зайди на Е-каталог и просто посмотри. Она зашла, и мы заказали эту стиральную машинку с доставкой на дом за 45 990 рублей. Как вам такое? Минус 20 тысяч за тот же самый товар с гарантией. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Ссылочка уже ждет тебя в описании. Залетай на Е-каталог, смотри любой товар, ты скажешь, это реклама. Ребята, вот она машинка, я сам Е-каталогом регулярно пользуюсь. Можно почитать отзывы, посмотреть видеообзоры, сделать сравнение. Куча фильтров, которые дают вам возможность определиться, стоит совершать покупку или же нет. Пользуйтесь на здоровье. Е-каталог уже ждет тебя в описании, а мы продолжаем. И добавлю, что ситуация постоянно меняется. Вот если, например, по некоторым масс-брендам она улучшается, то, например, с немцами она ухудшается. Те же самые BMW, там трешки, пятая серия растут в цене. Уже трешки вылетают свыше 4 миллионов рублей, которые раньше стоили там 3200, 3500. Цена постоянно растет. X5, X6, X7 сегодня их мало на рынке. Они присутствуют, вы можете их купить, но их сейчас продают с наценками. То бишь, когда-то их можно было забрать в РРЦ, либо даже с небольшой скидкой, сейчас эти дорогие машины уходят вверх. В тот же момент X3, X4 можно забрать с реальной скидкой. Audi, та же самая история. А4 на переднем приводе уже там перешагнула отметку в 3 миллиона рублей и выше машины торгуются. Найти какую-нибудь Q7, Q8 это сложно. С Mercedes есть модели, которые можно забрать со скидкой, есть модели, которые вы будете точно так же забирать с наценкой, либо в лучшем случае в розницу. Здесь все индивидуально. Поэтому перечислять, сидеть по каждому бренду, что где происходит, очень сложно и очень долго. Хотя можно это сделать отдельным выпуском, где-нибудь, например, в январе, собрав всю актуальную информацию. Пишите ваше мнение, давайте советы, что вам интересно было бы послушать, чтобы я понимал, в какую сторону бить, не тратить ваше время по пустой и давать полезную информацию. И подводя итог, выводы здесь простые. Действительно, есть какие-то просветления по рынку. Действительно, если сидеть с деньгами на руках и ожидать покупку автомобиля, что где-то вылетит какое-то хорошее предложение, такое случиться может. Как только вылетает ликвидная позиция, вот я выкладываю в инстаграм звонков огромное количество, люди хотят купить, есть те, кто выжидает, ждут хорошее предложение. Все меньше и меньше становится тех, кто готов прийти и купить там какой-нибудь кодиак с наценкой полмиллиона-миллион, хотя плюс 300-400 народ есть, сами звонят. Сидеть, не давать вам прогноза, что будет дальше, я не буду, я вот озвучил свое мнение. Посмотрим, посмотрим, как будет меняться ситуация. Но сам факт того, что просветление-то есть, как только лапочка за счетчикой, так и сразу и розничные цены, и по некоторым тачкам, еще раз подчеркну, живые скидки и реальные подарки появляются. Подписывайтесь обязательно на канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там я выкладываю вот эти вот сторисы. Когда что-то действительно выгодное есть, все вылетает там. Активная ссылочка в описании и в первом закрепленном комментарии. У меня на этом сегодня все. Вот таким у нас получился вот и как правильно сказать, вторничный выпуск, средечный, средечный выпуск, поэтому подскажите, как правильно. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, до новых встреч, всем пока-пока.